Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Тема сегодняшнего видео, на мой взгляд, очень-очень интересная. Она была задумана мной и анонсирована примерно полгода назад. И многие даже помнят фотографию на моем сообществе. Возможно, можно вернуться и посмотреть. Я не знаю, каким вы видите сообщество, которое я создаю своими фотографиями, точнее, фотографиями, которые я опубликую. Там была девушка, которая находилась напротив кафе Педроки, знаменитого кафе. На ней была леопардовая шуба. И на ней были такие явные, возможно, с какой-то фурнитурой. Эта фотография, к сожалению, не сохранилась. Сапоги и какие-то, возможно, штаны достаточно широкие заправлены в эти сапоги. Как раз-таки этот образ и навел меня на мысль о том, что иногда в собственной одежде можно выглядеть, как городская сумасшедшая. Но именно эта девушка заставила меня понять, точнее, помогла мне понять, что нужно делать и чего не нужно делать, чтобы городской сумасшедшей не выглядеть. И все очень-очень просто. На самом деле все, на мой взгляд, предельно просто. Есть хорошая новость и есть не очень хорошая новость. Давайте я начну с хорошей новости. Пусть каждый из вас представит себе городскую сумасшедшую. Кстати, по поводу городских сумасшедших. В кадр неоднократно попадали две героини, которые, на самом деле, ментально не очень здоровы. И я смогла это понять уже после того, как определенные видео я выпустила прежде всего по осени, когда я начала снимать, когда я еще не знала в лицо своих стритстайлеров. Потом я их стала узнавать. И одну героиню, она прямо-таки явно была в моем кадре в одном из стритстайлов, просто потому что я, на самом деле, на монтаже пропустила этот момент. И был оставлен один комментарий по поводу макияжа этой сеньоры. Но, на самом деле, этот момент я пропустила, потому что я снимала группу других итальянок. А эта сеньора, она прошла, скажем так, и попала очень явно в кадр. А на монтаже я была настолько сориентирована и сфокусирована на своих героинях стритстайла, которых я и снимала, и которых я комментировала, что этот кадр я, на самом деле, пропустила. Обычно я стараюсь подобные вещи все-таки не вставлять. Кстати, меня спрашивают, почему нет беременных на стритстайле. Я тоже стараюсь не снимать беременных. И если я вижу, что я сняла беременную девушку, то, скорее всего, она не попадет в окончательную версию моего видео. И что я хочу вам сказать, дорогие зрительницы. То есть я, на самом-то деле, встречаю людей, про которых можно сказать «ты городская сумасшедшая», потому что у этих героиней есть определенные ментальные, наверное, проблемы со здоровьем. Но я могу вам сказать, что эти героини попадали в кадр изначально моих съемок как раз-таки потому, что они обе были прекрасно одеты. И когда я стала анализировать и отвечать для себя на вопрос, а как же не выглядит городской сумасшедший, как раз-таки эти героини и пришли ко мне, скажем так, в моих воспоминаниях. Представьте себе городскую сумасшедшую. Представьте себе самый нелепый наряд, дорогие зрительницы. Можете даже на паузу поставить и прямо-таки использовать вашу фантазию по максимуму. Я записываю перед открытым окном, потому что очень пасмурно, очень темно, и мне пришлось добавить света в кадр, открыв окно. Возможно, вы слышите шум проезжающих машин. Итак, вы представили. А теперь сделайте один интересный трюк. Представьте, не знаю, прямо-таки голову к этому образу. Представьте голову, ну не знаю, какой-нибудь модели Виктории Сикретс. У нее развиваются волосы, у нее шикарный макияж. Ну, она всегда прекрасна, модель Виктория Сикретс. Представьте и приложите ее вот к тому нелепому образу, который для вас является олицетворением городской сумасшедшей. А теперь сделайте то же самое, но представьте на месте головы человека, которого вы представили в этом образе, совершенно лысую женщину. Лысую женщину. Добавьте туда черные губы, не знаю, добавьте черные ногти. Кто из этих героин для вас будет городской сумасшедшей? Ну, точно не та, что имеет образ Виктории Сикретс, несмотря на то, что она одета очень нелепо. А совершенно точно та, которая лысая, без волос, с черными губами. И точно так же одета, как та, которую вы не можете отнести к городским сумасшедшим. Вы знаете, дорогие зрительницы, я пришла к выводу, возвращаясь опять же к девушке, которую я сняла на пути кафе Педроки. Она была очень нелепо одета. И как многие часто мне пишут, Яна, но некоторые образы, они на грани трэша. На грани действительно городской сумасшедшей, я с вами соглашусь. Но эта девушка была заснята мною в тот момент, когда она красила губы. И когда она их накрасила, выяснилось, что она использовала красную помаду. И вот здесь для меня все встает на свои места. Я считаю, что невозможно выглядеть городской сумасшедшей в любом, в абсолютно любом наряде, если у нас присутствуют так называемые женственные маркеры. Это может быть хороший маникюр, классический, нюдовый, либо ярко-красный, никак не черный. Но это не значит, что с черными ногтями мы будем тут же выглядеть городской сумасшедшей. Нет, мы говорим об одежде, которую мы можем носить таким образом, что будем выглядеть определенно, либо как городская сумасшедшая. Итак, что такое женственные маркеры для меня? Это ногти, накрашенные любыми женственными цветами. Это волосы, прическа, любая. Но чем более удлиненная, тем лучше. Именно поэтому я попросила вас представить лысую голову. Это наличие какого-то макияжа. Леснички, губная помада, опять же, никак не черная. Это, возможно, внимание, каблуки. Даже каблуки. Вот такие женственные маркеры, они, на мой взгляд, не позволят ни одной из нас, какой бы наряд мы ни выбрали, выглядеть как городская сумасшедшая. И наоборот, если я одену, вы многие представляете меня одетой классически. Я часто в таких образах появляюсь, прежде всего, на своих же собственных стритстайлах воскресного дня. Обычно я ношу каблук, обычно я ношу, когда холодный период сапоги, на мне тренч либо пальто, и вот такая прическа, как сейчас. Все очень спокойно. Представьте меня лысой. Я думаю, сейчас там опять же пройдутся, сделают какой-нибудь мем, где я лысая. Представьте меня лысой. Я сразу стану похожа на городскую сумасшедшую, даже в такой классической компоновке. Представьте меня с черными губами и лысую. Представьте меня с черными губами и, допустим, пирсинг у меня в носу. И знаете, такой есть пирсинг, который от носа идет вот сюда. Сейчас точно кто-нибудь там, ну мы сами понимаем, кто мем сделает подобный. И вот такой вот пирсинг. Я буду выглядеть даже в своей классической одежде, как городская сумасшедшая. Потому что чем дальше мы от женственности, тем больше мы рискуем выглядеть на грани. Прежде всего, играя со своей одеждой, со своими образами. Используя яркие цвета, используя какую-то необычную фурнитуру, сочетая несочетаемое. Поэтому это была моя хорошая новость. Я думаю, что очень многие легко могут выглядеть женственными. Это значит, что чем более смелый наш образ, тем более женственно мы должны выглядеть. При помощи прически, макияжа, маникюра, возможно, обуви и так далее. Плохая новость. Плохая новость, дорогие зрительницы. Если вы живете в большом городе, тем более, если вы живете в большом городе европейском, либо вы живете в Канаде, очень много у меня заединится с Канадой. Большой привет, Канаде. Либо вы живете в Америке, на самом деле, в любом большом городе, где бы вы ни жили, тем более в странах, отличных от постсоветского пространства, скорее всего, вы столкнетесь с очень большим градусом толерантности к тому, как вы одеты. И вы никогда не будете выглядеть сумасшедшей, городская, точнее, сумасшедшей, чтобы вы не надели. Более того, чем больше, крупнее город, тем, опять же, градус этой толерантности выше даже в России. Так вот, плохая новость, на мой взгляд, состоит в том, что, если вы будете одеваться даже очень и очень классически, но использовать просто яркие цвета. Вот, опять же, мой образ красным пальто, давайте все представим. На ноги можете надеть мне и представить все, что хотите, что для вашего города самое приемлемое. Я думаю, для многих это будут, допустим, туфли на небольшом каблуке. Красное пальто и, в общем-то, ну, вот такая прическа. Все очень-очень традиционно. Так вот, в своем красном пальто я рискую в небольшом городе выглядеть городской сумасшедшей. Я рискую привлечь к себе столько внимания и, как следствие этого внимания, столько нетолерантности, потому что, ну, маленький город, маленькая насмотренность. Другие заботы у жителей этого города. А какие заботы? Это, прежде всего, отсутствие работы. Соответственно, и лояльности, лояльности в окружающем мире мы можем встретить меньше. Поэтому, по большому счету, чем крупнее город и чем более европейское восприятие действительности, тем меньше наш риск казаться другим людям городской сумасшедшей. Даже если, на самом деле, мы городскими сумасшедшими и являемся, как в случае с моими двумя героинями. Поверьте мне, они так классно одеты. На них никто не обращает внимания. Очень многие с ними здороваются, потому что они обе подаванки, их просто-напросто знают. Прекрасно обе выглядят. При этом одна молодая девушка, и я ее снимала изначально, она в очень красивой юбке ту-ту была. А другая, сеньора, она постарше. И вот она тоже прекрасно выглядит. У нее очень всегда импозантная, я бы сказала, обувь необычная. И обе, на самом деле, большие молодцы. Так вот, чем крупнее город, тем больше толерантность. А чем меньше город, чем меньше сообщества и чем, возможно, больше злых языков, тем выше риск выглядит даже в самых-самых простых нарядах, даже с волосами, которые развиваются у нас на ветру. И при самом-самом женственном макияже мы все-таки можем встретить некое осуждение. И чуть-чуть мы выходим за рамки того, что допустимо здесь, в этом обществе, в этом сообществе небольшом, тем больше риск, в общем-то, что на нас повесит ярлык, что ты выглядишь, как городская сумасшедшая. На самом деле, ты, возможно, просто надела какую-то яркую вещь. Яркую вещь и, возможно, что-то с фурнитурой. Поэтому как-то так. Что ж, дорогие зрители, я искренне надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я искренне надеюсь, что именно это видео также снимет с вас, возможно, некие запреты, которые у вас существуют, прежде всего, в вашей голове, и что нельзя носить одно, нужно сочетать вот таким образом. Повторюсь, современная мода, она очень и очень лояльна. И очень часто то, насколько комфортно мы будем себя ощущать в той или иной одежде, зависит от нашего восприятия самих себя, но и также от того общества, насколько оно толерантное, в котором мы живем. Желаю всем встретить стайлера. Всем своим зрителям я искренне желаю некой толерантности вокруг. И, конечно же, фэшн смелости и желание наряжаться. Если желание такое есть, то навыки, они придут достаточно быстро, поверьте моему опыту. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.